Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Меня смех разбирает тот комментарий. Одна женщина пишет, ну, видимо, из Саратова. Любовь её зовут. Когда вы были в Саратове в последний раз? Если не секрет. Первый, значит, выстрел. Ну, я отвечаю, в 2005-м, когда уезжал сюда. Действительно, это было в сентябре 2005-го года. Саратов изменился. Вот где вы сейчас живёте? Неужели всё так позитивно и здорово? Сегодня ветер и дождь, и в липках... Ну, это парк такой. Ещё Константин Федин его описывал. Давно очень. В самом центре города. Сегодня ветер и дождь, и в липках пахнет опавшей листвой. Вот она меня пробивает на ностальгию, да? Больше нечего про Саратов сказать. То пахнет осеннее, это самое, опавшей листвой. Я жил там рядом. Если саратовцы смотрят этот ролик, Ну, наверное, смотрят. Я его назову, пожалуй, чем осень в Чикаго отличается от осени в Саратове. Вот. Если саратовцы меня смотрят в Волжской 26, я там жил одно время. Вот. Ну, что такое липки? Вечером это клоака, конечно. Всё время крики о помощи, и бутылки бьются, и, в общем, хулиганство сплошное. Ну, хуже липок, наверное, только детский парк. Мы на скорой... Я на скорой работал по всему Саратову. Очень прекрасно знаю этот город. Все места золотые. И заводской район, и Ленинский, и какой угодно. А жил за вокзалем. Тоже хорошее место, недалеко от еврейского кладбища. Ну, вот. И вот хуже липок, наверное, только детский парк. Мы как-то ехали раз. Выходит из парка. Ну, полутро где-то из детского парка выходит парень. Такой, ну, взрослый уже парень. Плачет, идёт в одних трусах. Одежда вот так у него в руках. Ну, значит, что-то кто-то его обидел. Вот такие вещи. Это в порядке вещей, как говорится. Я написал, не надо мне просораться эту помойную яму, знаю досконально. И вот у нас сегодня я утром тоже. Да, я сентиментально. Меня тётя пытается пробить на сентиментальность. Но с Саратовым это дело не получится никак. Вот я сегодня гуляю с собаками. Да, ещё темновато было. Потом, когда мы назад шли, уже было посветлее. Вот когда темновато, барсуки бегают. Что-то барсуки. Вообще сейчас все животные, знаете, так это беспокойные стали. Белки всё время, да. Ну, барсуков что-то давно не было. И скунц куда-то подевался, не знаю куда. Скунцы, вернее. Одно время их полно было. Но у них какие-то свои движения. Кто-то мне сегодня интересно написал. Говорит, глаза, значит, всё время из кустов. Да, вот если посветишь, всё время глаза из кустов. Да, здесь тоже постоянно. Вот. Кто-то за тобой смотрит. Зверя тут полным-полно. Вот. И, в общем, ну да, у нас тоже опавшие листва. Но осенью, как правило, такое бывает. Только у нас красивые дома. У нас красивые машины. Дети с утра стоят, значит, с рюкзачками. В школу их, в школьный автобус забирает. Я вот сегодня опять через дорогу в соседнюю деревню ходил. Да, ещё получше. Там вообще дома отпадные. Обратите внимание, 100 километров от Чикаго. Да, ну-ка, от Саратова 100 километров. Да. Куда-нибудь в Красный Кут. Вот. Ну, посмотрите, что там за всё разваливается к чертям. Я всё детство провёл в деревне Екатериновка. Ну, чё там, печки. Не думаю, что сейчас не Екатериновка, даже хипцы, если кто знает, получше. Саратов. Вот. Ну, чё, деревянные дома. В общем, как было. Как деды строили. Да. Деды, отцы строили. Вот так оно всё и осталось. Везде разруха. Ну, клуб там какой-то в кино. Мы там ходили, крутили. Значит. Ну, правда, это давно было. Но я не думаю, что там что-то сейчас лучше стало. Я и позже был в сельских клубах. Ну, та же самая ерунда. Вечером пьянка. Танцы называются. Да. Драки. Вот. И не дай бог, я вот уже в Сибири, когда жил, немножко отвлекусь. Так там, если драки нет, ну, что это за танцы? Это вообще неинтересно. Ну, так вот, про Саратов и про Чикаго. Ребят, ну, конечно, у нас просто живут нормальные люди. Я уже не говорю о том, что вот если дальше двинуться, я вот сейчас посмотрел, какие новости, да, очередные на Яндексе. Вот Яндекс, самый русский канал, да. Ну, насчет Госдумы, я вам уже сказал, да. Потом вот, значит, односельчане узнали Чипигу на фото Руслана Баширова из Солсбери. Ну, поехали туда, вот где он родился, да. Ну, конечно, его там все знают. Вот, полковник Грум, кто бы, кто бы сомневался-то, кто бы, кто бы сомневался. Ну, что еще тут в России? Вот кто-то выступает, я забыл его фамилию, по соцобеспечению министр, такая дама вся себя расфуфыренная. Все, в России бедность прекращается, уже бедных стало меньше и так далее. Какой черт? Вот некому их остановить. Да, еще в комментариях мне кто-то написал, тоже интересно, недавно совсем, насчет пенсии. Правительство говорит, что пенсии будет 20 тысяч. Чего спрашивается? 40% от заработной платы. То есть пенсии будут начислять 40% от заработной платы. Заврались, мозги людям запудрили. Они все время врут. Они постоянно врут. Да, у нас все хорошо, ура, ура. На них посмотреть у них хорошо, да. У них все сладко. Они свадьбы закатывают там многомиллионные, если не многомиллиардные, если в рублях посчитать. У них все хорошо, никто их не посадит. Ну, как их посадить-то? Они же депутаты. И вот сейчас этот Баширов, ну, точно ему дорога только в депутаты, чтобы у него была неприкосновенность. Кто-то мне недавно задавал вопрос, вернее, предложение, что вот с депутатов снять неприкосновенность. Да, конечно, сами себя не будут снимать. Ну, какие вы странные люди, да. Да, они неприкосновенные. Это каста, это элита. Ну, как в Индии раньше были, да. Только там были неприкасаемые. Наоборот, до них трогать. Дотрагиваться нельзя было. А здесь, в России, все кверх ногами. Неприкосновенные. То есть, никакие законы. Как вот в Америке, в Конституции написано, буквально там одна из первых статей, что не может быть никто в Америке выше закона. Понимаете? Вот. Я вас уверяю. Приезжайте к нам в Чикаго, посмотрите. Я вам специально покажу опавшую листву. Ну, я удалю, конечно, эту женщину. Я думаю, что она уже все прочитала. И где она есть, вот эта вот любовь. Да, вот я и вас. Так, hi, the students' comments on this channel. Опа! И все. И нет Саратова. Пока. Пока.